В авариях, когда участвует мотоциклист, обычно происходит так. Если даже один пострадал, вокруг всегда находится много человек. Но в этом ДТП, по счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не пострадал. На Постышево произошло столкновение. Тойота Корона и мотоциклист Ямаха R1. В результате ДТП пострадавших нет. Как утверждает водитель Тойоты Корона, он двигался не спеша в сторону Постышева, отвлекся на секунду, а когда поднял глаза, увидел, что перед ним еще медленнее едет мотоциклист. Сам байкер в шоке. Стоило только притормозить в городе и проехать несколько метров спокойно, как вдруг... Потихонечку проехал переезд, начал открывать, и приход такой прилетел. Сальто сделал. Мужчина разговаривал? Да, разговаривал. Что говорит? Как не увидел Тойоты? А что говорит? Не понял он там. За стопы засмотрелся. Ну он к тебе нормально, кстати, прилетел. Скорость большая у него была, нет? Да относительно небольшая, я думаю. Ну нормально, что он издалека пока шашланг остановил. Я уже начал открывать на выходе. Хорошо, что открыл. Вот согласен, да, когда мотоцикл едет быстро, ничего не происходит. Стоит только чуть-чуть. Медленно в потоке 60 километров и начинается. Все, да. Себя как чувствуешь? Нормально? Да, все отлично. Упал? Упал, конечно, сальто говорю сделал. Все нормально? Ну все четко, все спасло. Гермак, шлем обязательно, на кипа должно быть. В результате столкновения из видимых повреждений мотоцикла это глушитель, маятник, крыло и хвостовая часть. Но весь секрет в том, что рама у мотоцикла алюминиевая, и с вероятностью можно утверждать, что в результате удара ее повело. А значит она подлежит замене. Это в свою очередь довольно внушительная сумма. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!